Друзья, всем привет! С вами Владимир Зайцев. Вы смотрите рубрику 101 совет, как похудеть. И сегодня мы говорим о том, как начать свое утро, с чего его начать. Шаг номер один. Надо проснуться и желательно проснуться в хорошем настроении. Это очень и очень важно. Шаг номер два. Это сходить в туалет. Обязательно. Все излишки вчерашнего дня, вчерашнего вечера, чтобы из вас вышли. Шаг номер три. Это взвеситься. Это очень важно понимать, в каком весе вы находитесь сегодня. Шаг номер четыре. Это прийти на кухню, открыть льняное масло. Можно рапсовое, можно сафлоровое, можно какое-то еще. Не рекомендую оливковое, не рекомендую растительное, не рекомендую подсолнечное. Масло должно быть индифферентное. Девушка или женщина может выпить столовую ложку. Мужчине комфортно выпивать две столовые ложки и запивать двумя стаканами, большими стаканами воды по 300-400 миллилитров. Если есть прямо большая кружка пол-литровая, такая чайная конкретная, можно выпить даже две большие кружки. Это литр. В моем случае моя кружка 400 миллилитров, потому что выпить сразу пол-литра воды достаточно сложно. Но я, тем не менее, выпиваю два стакана больших кипяченой теплой воды, и с этого начинается мое утро. Дальше вы занимаетесь своими делами, отводите ребенка в школу или в детский сад. Или, если не успеваете поесть, и вам надо уже быстро прыгать за руль автомобиля или бежать к метро на работу, берете с собой завтрак на работу, когда вы уже пришли в офис, остепенились, вот там вы завтракаете. Если вы находитесь дома, у вас какой-то домашний бизнес, или вы до сих пор находитесь в условиях самоизоляции, то, собственно говоря, вы через некоторое время, когда захотите, скорее всего, будет это минут через 40 или через час, вы уже захотите есть. Самое главное, что вы уже не съедите так много, как бы вы съели сразу с утра. Вот утро надо начинать именно так. Тогда вы прочищаете свой желудок, желудочно-кишечный тракт, безусловно, сразу возникают позывы к мочеиспусканию или акту дификации. Вы сходили в туалет, а дальше уже начинаете принимать пищу. Друзья, пожалуйста, прислушайтесь, если хотите быть здоровыми, бодрыми, позитивными, худыми и стройными. Я желаю, чтобы все в вашей жизни было хорошо и отлично.